слова а многие ли понимают что такое энергия савитур и так одна из что такое вообще духовный путь как его выбирать и с чем это связано с чем его едят существует такая история она описана в упанишадах это история четырех царей история четырех царей которые жили в мире где у где были где были настоящие города которые находились на земле под землей вне земли в паранормальных мирах а также находились эти дворцы в небесах и там в разных местах эти цари у них были свои народы они находились в индии но они могли на земле жить совершенно в любом месте то есть по желанию своего сознания не могли перемещаться в совершенно другое место они общались с энергией эту энергию этих людей звали инды они могли перемещаться в совершенно любое время время в совершенно любое место жили они вечно как и весь их народ и у этих королей была сила получать информацию у савитур считалось что савитур эта энергия которая связывает человеческую душу и связывает бога то есть после смерти душа переходит савитур там находится информация об этом человеке и после рождения появляется вновь в этом мире такие существа не жили долго единственное чего не должно были делать эти существа они получали бесконечные ответы на бесконечные вопросы также у них были паранормальные способности они могли перемещаться они могли жить в разных элементах на земле под землей в небесах в параллельных мирах и так далее также им были доступны всевозможные паранормальные способности в книгах написано что им были доступны 200 тысяч сид то есть способностей такие короли можно ли сказать жило это или не жило это предание тем не менее одно из условий их общения с высшими силами заключается в том что они не должны были есть мясную пищу но однажды они узнали что в их мирах в котором они живут люди усердно начали кушать пищу и эта пища была животное никто от нее отказываться уже не хотел и они решили разрушить эти миры и в тот момент когда они разрушали эти миры пострадали сами пострадали люди пострадали вот эти места и было сказано что был такой мощный взрыв который уничтожил и самих королей и уничтожил между проекциями миров полотно и начали выпадать в разные миры то есть города которые находились на небесах они начали сыпаться на землю из-за этого люди в дальнейшем начали находить какие-то остатки камней которые сложены друг на друге где-то в совершенно невероятных местах будь то горы там где-то находят сейчас тайге в карелии ну и так далее объяснение этому найти не могут это абсолютно ровные прямоугольные тяжелые камни в виде кладки то же самое если бы небоскреб падал мимо как куда-нибудь на гору куда его никто никогда не донесет а там сделать его сто процентов нельзя к чему я это говорю на то время существовала идея что савитур это та энергия с которой общаются эти короли но после смерти королей савитурная энергия перестала общаться с людьми и перестала помогать людям в виде знаний но придумала некую систему в ходе которой человек рождается и умирает при этом он случае если проживает жизнь хорошо то рождается в будущем случае если плохо рождается в прошлом таким образом люди становятся более духовными более открытыми яркими и происходит естественный процесс человеческой эволюции с желанием в одной жизни убивать людей в других с пониманием того что этого сделать нельзя и тогда